Всем привет! У меня сегодня новое видео. Хочу вам показать и рассказать о моих покупках, которые я сделала не так давно. Ну, в общем, начнем. В нескольких магазинах я это все делала. Еще я кое-что купила для своих подруг, но их покупки показывать не буду. Просто расскажу, что это было. Лак, кстати, у меня на ногтях очень классный, нравится. Я вам все, как обычно, оставлю внизу. Название всех продуктов, всем, чем я накрашена, в общем, увидите. Итак, первая вещь. Была я в Эрбористерии, и там вышла новая серия. Называется она Далия. Также еще вышла серия, по-моему, Эбонитовое дерево. Эбонитовое дерево, собственно, для мужчин, а вот эта вот Далия, она для женщин. Очень приятный аромат. Как видите, я уже так хорошо его использовала. На него будет отдельный обзор. Для своей подруги, по ее просьбе, я купила два аромата в таком же разливе по 15 мл. Здесь, кстати, разлив. Я купила ей Жада и купила зеленый, белый москус. Вот. Эти два аромата. Мне дали некоторые продукты на пробу. Сейчас я вам о них расскажу. Что же мне дали? Несколько пробников. Например, пробник... Кстати, это тоже очень интересный парфюм. Новый их аромат. Кафа. У меня здесь гель для душа и крем для тела. Кафа. Отлично пахнет. Может быть, я... Я бы, может быть, взяла его прям там же, в тот же день. Но дело в том, что очень большой разлив. Там, по-моему, 50 мл. Ну, нафига мне так надо? Много. Я подожду. Может быть, они сделают что-то поменьше разлива. Еще два, кстати, новых продукта для волос. Это бальзам и шампунь с экстрактом пшеницы и сои. Не знаю, не пробовала. Надо попробовать. Это у меня лекситант здесь записался. И еще несколько продуктов. Первый продукт это крем. Увлажняющий крем 24 часа от Guam. Очень люблю эту марку. Потом еще крем... Крем волшебниц. Не пробовала. Я очень люблю их масло, но вот этот крем я не пробовала. И еще два продукта мне дали из этой же серии Далье. Это крем для тела и это гель для душа. Это и все, чем я поживилась в Эрбористурии. Чем я поживилась в Окситан? В Окситан я сходила, потому что у меня был купон на бесплатные кремы для рук за покупку любого продукта. Так как вот этот продукт, который я взяла, я уже давно на него смотрела, давно его хотела. Я его взяла. Это интенсивная фруктовая помада. Три грамма здесь. И она матовая. Ну, такая вот, знаете, полуматовая. Очень красивый тюбик. Желтенький. Вот так вот она выглядит. Пахнет помадно. Она, на самом деле, немножко светлее, чем она, светлее наносится, чем она есть в тюбике. Не знаю, посмотрим. Еще не пробовала. Как видите, новая, нетронутая. И у меня, кстати, это номер 00, Jolie Brunette. Это, в общем, для брюнеток. Я так понимаю, что у них там это все было разделено. Брюнетки, блондинки, шатенки или, может быть, рыжие, я не знаю. Но я взяла вот эту, потому что это понравилось мне больше всего. И в подарок мне дали вот такую вот косметичку и вот такие вот три крема для рук. Это у меня черешневый цвет, лишневый цвет, хрен знает, что-то одно из двух. Их классический крем 20% Маклаши и роза. В общем, я немножко расстроилась, потому что изначально я шла за набором кремов, которые были в лимитированном издании. Очень красивые кремы. И они все были с маслом ши, разной концентрации. И тот чувак, который там работал в магазине, он очень долго их искал, очень долго их ходил, искал, искал, искал. Сказал у нас их нет. Вот тебе другой, другая косметичка и другие кремы. В общем, я говорю, ладно, спасибо. И что он мне дал еще в подарочек? В подарочек он мне дал несколько серумов. Два серума. Мне он еще дал бальзам для кожи вокруг глаз. Бессмертника. И еще два продукта. Это шампунь. Шампунь с мятой. Честное слово, я туда ходила с чистой головой. Не знаю, зачем он. Обычно, знаете, посмотрев на человека, так, ему шампунчик или там... Если вдруг голова грязная у меня, она была чистая, тем не менее, шампунь попробую. Единственное, что этого шампуня здесь довольно мало. Да. Ну, в общем, здесь 6 мл. И очередной крем 25% масла ши. В общем, вот такие вот у меня покупки. В Окситан. Я ходила, кстати, туда как раз, когда уже пришла новая серия, точнее, две новых серии, ароматные серии. Одна с Нероли еще какими-то двумя вещами, а вторая с Ревенем. Там вся серия, там парфюм, есть кремы. В общем, все-все это дело. Очень хорошая серия. С Жасмина мне понравилась больше. Нужно еще вернуться протестировать более основательно, потому что вещи действительно классные. Итак, наверное, это все. Я так это все отодвигаю здесь, чтобы у меня здесь было место. Теперь, только что, буквально, мне принесли... У меня немножко с голосом проблема. Мне принесли только что недавно пробники и парфюм, которые я заказала. Я заказала аромат, который знают, наверное, все. Будет у меня на него обзор. Это Филосикос. Филосикос от Диптик. Фиговый парфюм. Обожаю фигу. В общем, теперь он у меня есть. Почему я заказала именно его? У меня был купон на целых 30 евро в одном магазине нишевой парфюмерии. И, в общем, я решила вбахать этот весь купон и заказать себе тот парфюм, который уже давно хотела. Собственно, так я и сделала. И в подарок мне дали несколько пробников. Нью-Йорк от Николай. Kiss Me. Тоже Николай. И несколько продуктов, я так понимаю, для тела. Не знаю. Сейчас посмотрю, что это такое. Иди сюда. Это крем для тела. Достаточно жирный. Не знаю, с каким ароматом. Хрен знает. Здесь у нас скрабы для тела. Все это очень маленькое. 10 мл. Но, тем не менее, чтобы попробовать и понять, нравится или нет, пойдет. И еще один крем жирный для тела. И еще у меня вот такая вот сумочка. И здесь тоже есть покупки. Сифара. В Сифаре были скидки. И я заказала кое-что. Кое-что себе заказала. От двух продуктов у меня будет отдельное видео. видео еще, в котором я расскажу свои очередные приключения с Сифарой. Мне кажется, это будет вам интересно, если вы хотите. Послушайте. Значит, скидоны в Сифаре. Минус 20% было на все. У меня появилась вот такая вот палетка Нарс. Нарсисист. Здесь 12 оттенков по 1,4 грамма. И давайте я ее открою. Я очень очень хочу зимнюю коллекцию Нарс. Там шикарные помады. Они, конечно, очень красивые, но я не думаю, что они очень функциональные. Они просто все полны глиттера, но они очень классно выглядят. Итак, в Нарс, как мы обычно привыкли, есть такая вот пластмассовая вставочка. На этой написано Вы Нарсис. Are you a narcissist? И здесь вот такая вот палетка. Очень-очень красивая палетка. Как видите, она довольно спокойная. Довольно такая, знаете, каждодневная даже. Оттенки сверху вниз с первого по четвертой именно в колонке. Это Biarritz, Seven Heaven, Shooting Star, Satisfaction, Shadow Hill, Lala, Lala, вот это вот, шестая, Delirium, Mendoza, Fallen Star, и Temptress, Wicked Game и Coconut Groove. В общем, хорошенькая палетка, тем более, что там что-то, короче, произошло на этом сайте. Обычно эта палетка у них стояла по 55 евро 50 центов. Я на нее долго-долго-долго смотрела, даже 20% скидка, и она мне примерно вышла где-то 40, ну, 45 евро, да? 40, чуть-чуть меньше. 44. И потом ее раз и поставили за 38, 50. Я не знаю, что случилось, эта палетка только вышла, то есть, вот, фиг знает. Ну, в общем, я ее взяла. Еще одна вещь, которую я очень-очень хотела, но нужно сказать, что немножечко я разочаровалась, когда я воочию увидела эти продукты. это вот такой мини-набор, тоже из новой зимней уже рождественской коллекции. Марк Джейкобс это два блеска, маленькие блески, здесь по одному целому 70 мл в каждом блеске, и вроде бы, как я смотрела на фотки, вроде бы, как все было классно, но когда эти блески ко мне пришли, мне стало четко понятно, что для меня они не пойдут. Я сейчас объясню вам почему. Дело в том, что здесь вот этот первый блеск, я надеюсь, я его смогу отсюда добыть, первый блеск, он называется, как ты называешься, иди сюда, как ты называешься, господи, To the Moon к Луне, а второй называется French Tickler French Tickler В общем так, который к Луне, да, он такой розовый с фиолетовым отливом, обычно, ну, скорее всего это не у всех, скорее всего это у меня или у тех людей, у которых вот такой вот оттенок губ, мои губы с таким оттенком, во-первых, он металлический, металлический, который на сводчах его не было, видно, что он такой металлический, во-вторых, он, на моих губах, он имеет свойство очень некрасиво синеть, и получается, что у меня металлические синие губы, сине-розовый, естественно, розового больше, чем синего, но синие есть, и это некрасиво, если бы не было металлической составляющей, то было бы все хорошо, синие блески я люблю, если вы знаете, вы знаете, конечно же, Герлен, то лет, энное количество лет назад, не знаю, может быть, лет уже 7-8, у них вышла совершенно замечательная, классная коллекция, которая была на Вене, по-моему, итальянским Портофино, что-то такое, и там был синий блеск для губ, у меня их было три штуки, потому что он был синий блеск без каких-то шиммеров, без блесков, он был просто прозрачный синеватый блеск, который не давал синеву, который просто очень удачно оттенял оттенок губ, вот он мне очень хорошо шел, и, ну, опять же, это зависит от того, какие у вас губы, какого цвета у вас губы, на других губах, например, с большим пигментом или с меньшим, может быть, это не так бы красиво смотрелось, но мне этот блеск очень-очень понравился, я купила сразу три штуки, в общем, супер вещь, более ничего похожего я не смогла найти, и вторая вещь, которая, здесь, кстати, кроме всего прочего, еще и такой серебряный глиттер, то есть вообще, здесь такая же история, здесь отливает такой розовый синевушный, синевушный какой-то там, в общем, есть такой акцент, который, опять же, я думаю, что на моих губах это будет просто тихий ужас, просто тихий ужас, при том, что на фото с вотчей этого ничего не было заметно, и опять же, с вотчей на руках я нашла очень-очень мало, я нашла только с вотчей на губах, и в очередной раз убеждаюсь, что на губах с вотчей делать очень неинформативно, потому что у всех губы разные, у всех пигментация у всех разная, и поэтому лучше вообще с вотчей, если честно, как по мне, делать просто на чистом белом листике, вот, потому что даже, даже цвет кожи он разный у всех, поэтому, хрен знает, нужно на чем-то нейтральном делать. Еще одна вещь, и у меня еще такая есть кучка всяких разных интересных пробников, еще одна вещь, которую я купила, а, кстати, в этой же сифоре, на этих же скидках, сифоровских, купила еще по просьбам подруг, еще купила несколько вещей, я купила сыворотку Альфа Эйдж, которую я пользуюсь очень давно, она мне очень нравится, Liquid Gold, она называется жидкое золото, супер сыворотка, с кислотами, супер, супер классная штука, также я купила по просьбе большую банку маски для сна от La Neige в синей банке, еще купила большой набор от Belif, там, где полноразмерный крем, еще, по-моему, масочка и еще, по-моему, умывалка, очень тоже хороший набор, и все это было с 20% скидкой, в общем, вышло супер, гипер, выгодно, что мне дали в подарках, а нет, я вот еще вам вот это вот расскажу об этом, в другом магазине в Mariano у меня был купон на 5 евро, мне просто прислали купон на 5 евро, я решила, ну что этому купону пропадать, да, я возьму любую вещь, которая мне нужна, вот именно нужную вещь, то, что помада, она, это, помада, это то, что хочется, но это не то, что надо, а вот нужная вещь, это, например, вот эта, смывка для макияжа, Elisabeth Arden, и у меня здесь 100 мл, и она бифазик, получается, я, я за нее заплатила 5 евро, потому что в магазине она стоила 20, она стоила 10 евро, я еще так удивилась, как-то очень-очень мало, получается, 5 евро я заплатила, вот вам еще 5 евро купоном, в общем, эта смывка моя за 5 евро, что супер классно, потому что я ее видела, эту смывку за 29, за 25, за 29, за 22, за 28, то есть, вот в районе вот таких цен, поэтому абсолютно не понимаю, почему именно 10 евро, но, тем не менее, я очень-очень рада, еще не пробовала, но я думала, что мне все понравится, и здесь у меня небольшая кучка-могучка всяких пробников, первый пробник, первые два пробника, очень-таки, знаете, внушительно сделаны пробники, Dolce & Gabbana, которые мужской аромат, я сейчас вам покажу, как это, какой это китч, вот, в общем, короче, на такой маленький пробник, такая огромная упаковка, у меня два их, еще у меня есть, вот такая вот, какие-то из этих пробников, давали именно в подарки, к тем покупкам, которые я делала, для своих подруг, вот, например, вот эта штучка, от This Works, здесь два саше, со всякими, интересными, кремами, сейчас я их попробую, Libra, очередной, Givenchy Antardy, очередная хорошая девочка, а, вот еще у меня, вот еще у меня пробники, от нишевого магазина, это Buredo Super Kedro, Body Balm, я их, по-моему, показывала уже, в, или не показывала, в общем, когда я тестировала ароматы от Buredo, опять же, еще один, эксфолиант, скраб для тела, и молочко для тела, Tiffany у меня еще есть, и вот эта вещь от Biotherm, вот, вот такие вот у меня были покупки, подарки, я всем очень довольна, я подумываю над тем, чтобы зайти еще, затестить это эбонитовое дерево, может быть, купить что-нибудь мужу, не аромат, а именно что-то из ухода, вот, наверное, это все, я довольна всем, я довольна тем, что я помогла своим подружкам, и смогла для них купить что-то по 20% скидке, довольна очень тем, что, что у меня появился аромат, аромат от Philosicos, я давно-давно о нем мечтала, очень-очень его хотела, и вот, наконец-то у меня есть, и на него будет, естественно, отдельный обзор, так что ждите, вот такие вот были покупки, я надеюсь, что вам все было интересно, полезно, может быть, и скоро-скоро уже начинается, уже приходят наборы, наборы в Сифару, всякие рождественские, всякие классные, интересные, так что буду их со временем покупать, и буду вам потом о них рассказывать, на этом все, пока!